Сфера строительства была и остается одной из краеугольных отраслей жизнедеятельности региона. Возведение жилого комплекса, социальных объектов, реставрационной и монтажной работы. Перечень услуг, осуществляемые строительными организациями, огромен, впрочем, как и спектр нареканий и проблемных моментов. Именно о них шел разговор на заседании коллегии государственного контроля. К примеру, сфера жилищного строительства. Так, по поручению главы государства в первом полугодии текущего года в Брестской области было введено в эксплуатацию 16 так называемых долгостроев. Однако в ходе проверок оказалось, что в 14 из них был выявлен ряд недостатков. Их устранением подрядчики занялись только после вмешательства комитета. Результаты работы строительных организаций в финансовом отношении также оставляют желать лучшего. Если говорить о каких-то цифрах, то в текущем году значительно сократился объем выполняемых подрядных работ. За 9 месяцев текущего года объем выполняемых строительных работ по отрасли строительства составил 91%. В частности, по организации Брест-Облсельстрой, работу, которую мы сегодня так более детально будем рассматривать, и того меньше 87. Значительное количество убыточных организаций. По отрасли их 23. И опять же, основная доля приходится на объединение Брест-Облсельстрой. Это 15. Неутешительны также и результаты проверок. Только в истекшем году по результатам проверок, проведенных комитетом, было установлено завышение строительно-монтажных работ на сумму свыше 5 миллиардов рублей. Объединение Брест-Облсельстрой – один из крупнейших представителей строительной отрасли региона, к которому у комитета госконтроля образовался целый ряд претензий. К слову, обсудить было, что факты бесхозяйственности и неэффективного использования государственного имущества, отсутствие должной работы по модернизации и ряд иных нарушений были выявлены в ходе контрольных мероприятий, как итог сокращения темпов строительных работ и отток квалифицированных кадров. Свои предположения о причинах такого шаткого положения высказал генеральный директор Брест-Облсельстрой Владимир Вобещевич, который возглавил объединение месяц назад. Есть надежда, что перспективный руководитель найдет выход из положения. Уже сегодня сотрудники Брест-Облсельстроя работают над поиском заказов, в том числе и за пределами области и страны. В данном случае инициатива не наказуема. В данное время в не лучшем положении находится объединение, потому что раньше была программа, которая утверждалась наперед. В этом году уже программы не было. Все объекты, которые нам приходилось состроить, мы участвовали в тендерах. И все-таки у нас предприятие государственное и с частным строительным комплексом очень тяжело. Они более 20% сбрасывают цену заказчика. А у нас все-таки остались в районах, в основном объединение Брест-Облсельстрой, это 47 организаций по Брестской области, находятся в районах по диетре организации. У нас большие территории, над этим тоже надо работать. В результате контрольных мероприятий в отношении 32 организаций строительного комплекса Брещины к административной ответственности привлечено 16 юридических лиц. В дисциплинарной 115 работников предприятий возбуждено 10 уголовных дел. Эта печальная статистика говорит сама за себя, комментарии излишни. Как итог заседания коллеги госконтроля Брестской области, разработка комплекса мер по выполнению тех требований, которые существуют сегодня в строительном комплексе Брещины.